В Ульяновской области также функционирует межведомственная рабочая группа по развитию сельских территорий, которая призвана объединить усилия власти, бизнеса и сельских жителей при решении проблемных вопросов. Специалисты аграрного ведомства проводят мониторинг ситуации в каждом селе, а также помогают в разработке планов их развития до 2020 года. Но это перспективы на будущее. А в день сегодняшний Ульяновская область, одной из первых среди регионов Приволжского федерального округа, завершила весенние полевые работы. Традиционные итоги работы аграриев подвели во время областного праздника День поля. Я хочу поздравить сельчан с успешным окончанием всех полевых работ весенних, потому что они у нас продолжаются в июне, как правило, всех поздних культур. На сегодняшний день виды на урожаи достаточно неплохие. Я считаю, что, наверное, не будет таких погодных условий, которые навредят именно сегодняшнему состоянию. Поэтому сегодня мы на губернаторском совете будем говорить уже о прогнозах валового сбора и зерна, и подсолнечника. Правительство Ульяновской области продолжает уделять особое внимание поддержке местных сельхозтоваропроизводителей. С 2014 года на территории региона реализуются программы поддержки начинающих фермеров. Только за 4 года работы профильных проектов 139 крестьянско-фермерских хозяйств получили грантовую поддержку на общую сумму более 162 миллионов рублей. Часть денег я уже потратил, это приобрел пресс-подборщик. Ну, в дальнейшем планируем еще кое-что закупить, может, культиватор там или что-то. В этом году я выиграл грант, собираюсь потратить на приобретение скота, молодняка 9-месячного. Предварительно договорился, уже договора составил с Уфой на бестужевскую породу на 50 голов. И построить весной новую ферму по новой технологии. Отношусь к господдержке очень хорошо. Спасибо нашему губернатору Сергею Ивановичу Морозову, что поддерживает сельскохозяйственников. А мы от нас что-то зависим. Нам только идти вперед и гордиться своим губернатором. Регион является лидером по многим показателям. В частности, в этом году посевные площади подсолнечника стали рекордными и составили около 225 тысяч гектаров. Во все времена аграрная политика имела для нас важное общественное значение. Не исключением являются и последние годы. Вот мы только что сейчас встречались с крупными сельхозтоваропроизводителями и руководителями муниципалитетов. Обсуждали не только дела минувшие, но и дела будущие. И мы с гордостью говорили о том, что производство зерна возросло за последние 10 лет почти в два раза. Сахарные свеклы в три раза. Картофель и подсолнечника в 14 раз. Овощи открытого грунта более чем в 50 раз. Такой же рост наметился и в животноводстве. Развивается мясомолочное производство. Все это позволяет сделать вывод, что село в Ульяновской области не забыто, что оно поддерживается и развивается. В 2010 году возникла инициативная группа по классификации села. И с этого времени люди, села, включились в работу общественную, чтобы возродить село, чтобы село не умерло. За это время мы создали территориальное общественное управление в 2013 году, ТОС, которое очень помогает по всем делам. Совет ТОСа, люди вовлечены. И потихоньку у нас пошли вопросы, которые решались по селу. Для того, чтобы селянам было комфортно жить и работать, за последние несколько лет в регионе газифицировано 122 села. А в 100 населенных пунктах улучшена система водоснабжения. Ремонтируются дороги, восстанавливаются и строятся новые школы, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры. Владимир Гаврилов, репортер 73.